Мне бы хотелось остановиться на вопросах, которые я задал в конце экспертной научной сессии Центром научных политологов. Значит, дело в том, что, как правило, в научной среде мы имеем очень взвешенную критику недостатков фиберальной модели, которая в настоящее время реализовалась в России. Но получается так, вот я как раз сказал в заключении, что как бы мы оценили работу штаба, окруженная армией, или те поражения, которые в основном занимаются анализом этого поражения, но практически ничего не предполагали для того, чтобы это положение изменивать. И вот если критиковать только либерализм, если приводить все эти цифры, но не говорить, что надо делать, то мы в существенно повторяем типичный русский подход. То есть мы, как правило, ищем, кто или нет, почему не давать, но, а что делать, мы как-то забываем. Так вот, что делать. Мы считаем, я представляю фонд финансовых инициативов из города Пензен, мы считаем, что необходимо, прежде всего, изменить методологический подход. Перейти от критики против поставления либералистическим догмам и идеям построения идеи построения государства социальной справедливости. При этом, при построении необходимого государства социальной справедливости, необходимо проводить первое внимание в защиту механизмов, которые позволяют ему существовать достаточно много. прежде всего, какие-то конструкции государства социальной справедливости. Это, первое, не право частной собственности на землю, не озера, и предприятие, порты, усиления структуры по производству средств производства. Это – общенародная собственность. Каждому гражданину предоставляется право все это и все это наложено для держаться в будущем и не давать способности. Соответственно, результаты использования общенародной собственности принадлежат всему народу. Результаты личного труда. Рождающий может использоваться по собственным усмотрениям, в том числе и для организации своего частного предприятия. В результате социальной справедливости исключается всякая возможность несправедливого, неправильного присвоения благ. Из реализации базисных отношений вытекают следующие особенности государства социальной справедливости. Реально реализуемые права каждого на труд, отдых, лечение и пенсионное обеспечение в старости. Оплата труда и материально стимулированных в соответствии количествами и качествами затрачиваемых труда. Возможность непосредственного участия в управлении делами государства на разных уровнях. То есть подлинное народовластие. Руководители всех рангов не могут прислать результаты использования общенародной собственности в ее личных интересах. Исключительность денежного обращения и всех расчетов в национальной валюте. То есть не допускается ни в каком виде хождения ни долларов, ни евро, ни другой валюты. Представление каждых нормальных жилищных условий. Бесплатное образование, воспитание, медицинское общение. Приоритет семейных ценностей. Свобода вероисповедания для отсутствия государственной религии. Приоритет национальных интересов и ценностей перед международными. Бережное отношение к природе и рациональное использование методов и природных ресурсов. Защита информации от проникновения чуждой и враждебным делам, пропаганды от разврата и насилия. Естественно, возникает вопрос. Отвечал ли Советский Союз, который часто считает синонимом государства социальной справедливости, всем этим условиям? Нет, не отвечал. Не было права использовать результаты собственного государства для организации производства на основе частной собственности. Не были защищены и морали лорапсисы от разрушительного влияния внешних сил. Т.е. боролись против диссидентов, но в результате потеряли поражение. Не было подлинного народовластия, в результате чего общенародная собственность легко перешла в руки партфостной маниплатуры, мошенники проходили. А народу утешение оставили врезанные социальные гарантии. Каким должно быть конкретно устройство государства социальной справедливости, чтобы не было возврата капитализма? Общенародная собственность при никаких обстоятельствах не может быть предметом приватизации, т.е. обращения в частную собственность. Но она подлежит национализация собственность, комп deviate внимание smallerth version с друг с другими. Для реализации этих принципов все общественно производство строго подразделяется. На производство средств производства, т.е. 1-е подразделение общественного производства, которое базируется на общественность, совместной земли, слышно на основе собственственной земли и предприятия, которые производят средства производства, которые ведутся на основе социалистических коллекций. Производство предмет потребления и действуют предприятия частных и с коллективной формой собственности. В этом случае мы получаем равенство прав граждан строительства в Европе, в которой каждый мир может наилучшим образом реализовать свои природные данные на улице, чего не было в России. В таким образом государство социально справедливости – это государство с новой укладной экономикой, в котором социалистический уклад, базирующий на общенародной собственности, является ведущим, поскольку включают в себя все крупные и средние предприятия, производящие средства производства. Другим укладом, где производство основано частной и личной собственности, капиталистическому, коллективному и индивидуальному, отведена сфера производства предмет потребления и услуги. Обеспечение народа власти – это наиболее сложный вопрос, поскольку он касается политического устройства. Тем не менее, политического устройства государства социально справедливости исключает наличие партии, которые боролись бы за власть с целью изменить, раз и навсегда, установленные и справедливые отношения. Народовласть обеспечивается формированием представительных органов правления на всех уровнях типа Совета депутатов на основе пропорционального представительства различных слоев и групп населения – рабочих, инженеров, интеллигенции, работников науки, просвещения и так далее. Экономическое отношение в государстве социальной справедливости на государстве предприятия определяется выполнением плана и их израсчетным показателям, а на частных – получением прибыли. Но оплата труда и на предприятиях и организациях в сеть формы собственности базируется на социалистическом принципе по количеству и качеству затраченных денег. Система денежного обращения в таком государстве, государственное казначейство, все расчетные операции, их функции, то есть предприятия и организации всех форм собственности, дальше через приходно-расходные кассы ПРКК казначейства. Упережением денежных средств занимаются банки, которые все государства специализируют по виду банковских функций – на коммерческие, интеллигательные и ипотечные. Общественная потребность в образовании, воспитании, медицинском и социальном службе, ГСС должны удовлетворяться по-коммунистически, то есть всем бесплатно, по потребности, без различия по уровню дохода и положения. При этом первостепенное внимание уделяется креплению семьи, где формируется отношение социальной справедливости. Воспитание, образование от таланта для молодежи в таком государстве, первостепенное значение. Заработная плата работников образования должна быть выше средней с тем, чтобы в эту сферу как наиболее важно шли, наиболее талантливые и перспективные молодые люди. Во внешней политике и внешней экономической деятельности государство социальной справедливости придерживают принципа ограниченного изоляционизма, то есть не вхождения ни в какие блоки и торговые соглашения и не вмешаться во внутренние дела других стран. На внешней торговле установлено госмонополие, в стране не допускается хождение на стороне валюты, расчеты по экспортным операциям осуществляется на основе курсов, валют которых устанавливаются по каждой группе товаров. Спасибо.